Путь к донорству начинается с анкеты. Вопросы, начиная от общего самочувствия, заканчивая нюансами, связанными со здоровьем. Обязательно на смотр врача с измерением давления, предварительный анализ крови. С самого утра в отделении переливания крови очередь. Так, молодежные активисты отмечают День добровольца, организаторы акции, Краевой центр молодежных инициатив и Управление по делам молодежи города-курорта. Если ты не знаешь, как тебе быть полезным, может быть, нашему обществу сейчас, то приди, выдели 15 минут своего времени и просто сдай кровь, поделись и спаси, наверное, чью-то жизнь. Покажи какую-то помощь, потому что это на самом деле не трудно. 15 минут утром в паспорт взять, прийти сюда в отделение переливания крови и сделать вот такое благородное дело. В первый час пришли около трех десятков человек. Среди них есть опытные доноры, которые приходят уже в пятый или шестой раз, а есть те, кто пришел впервые. Организаторы говорят, что именно они в итоге становятся агитаторами. В отделении переливания крови отмечают рост желающих стать донорами по сравнению с прошлыми годами. Ориентировочно на 7-8 процентов. Анна пришла с мамой и будущим мужем. Именно она предложила идею. Все сдают, и мне хочется попробовать узнать, что это такое. Мы первый раз сдаем кровь. Я давно хотел это сделать. Я сам из Омска, пожил некоторое время в Москве, поэтому сначала в Омске хотел сдать кровь, но как-то не дошел до больницы, потом в Москве хотел сдать кровь. Опять же не дошел до больницы, все, работа, работа. А тут как-то вот ноги дошли. Вот девушка предложила вместе в компанию, как-то вот получилось, что дошел до больницы. У них всегда положительные идеи, поэтому я на них реагирую положительно. У меня подруга, почетный донор, уже не один раз. А я не могла сдавать по состоянию, потому что я боялась, кровь и падала в оборог. Сегодня, надеюсь, не упаду. Я не буду смотреть на нее. Медики говорят, что многое зависит от случая, но запас крови необходим всегда, при том, что у человека ее в избытке. Это напоминание о тех временах, когда наши предки рисковали жизнью едва ли не каждый день, а централизованной медицины и единого банка крови еще не существовало. Если, допустим, у человека в среднем 3-5 литров крови, в зависимости от возраста, в зависимости от веса и пола, то в циркуляции участвует от 1,5 до 2 литров крови. Ну, в среднем 1,5 литра крови. То есть остальная кровь находится лишняя, находится в селезенке, как в депо на хранении. И это связано с тем, что, допустим, какая-то экстремальная ситуация, она выбрасывается из селезенки и восполняет кровоток. Ну, то есть однократная сдача 450 мл крови на правопотерю не влияет на состояние организма. В отделении принимают по вторникам и четвергам. Молодежные активисты призывают каждого провести свою маленькую акцию, которая в итоге поможет спасти чью-то жизнь. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа. Регион.